И сегодня у нас вечер-попред, посвященный Сергею Юсенину, певец страны березового ситца. «Если крикнет Радь Святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». Имя Есенина хорошо известно в нашей стране. Оно звучит рядом с именами классиков отечественной литературы – Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, Маяковского, Есенин. Это совершенно неповторимое и своеобразное явление не только русской, но и мировой поэзии. Его лирика никого не оставляет равнодушным. Максим Горький, послушав Есенина, а читал он, по словам писателя, потрясающее, покоренный огромной силой чувства, совершенной выразительностью, писал. После этих стихов невольно подумалось, что Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии. Сергей Александрович Есенин. 3 октября 2015 года исполнилось 120 лет со дня рождения великого русского поэта. Недолгим, но сложным был жизненный путь Есенина. Ему пришлось пережить немало огорчений, испытать радость творческих взлетов и боль падений. «Так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок», — с грустью признавался поэт в своем стихотворении. Да, во многом ошибался Есенин, во многом сомневался, но никогда не изменял он одной своей огромной привязанности — любви к родине. «Чувство родины — основное в моем творчестве», — говорил он. Этим огромным чувством проникнуто все творчество поэта. Есенин всегда с гордостью говорил о своих крестьянских корнях. Недалеко от поймы реки Волги на высоком правом берегу красавица Аки раскинулось село Константинова Рязанской губернии, где в семье крестьянина прошло детство замечательного русского поэта. Село, с которым на протяжении всей жизни Есенин был связан всем сердцем. Мы видим на слайде дом-музей Есенина в Константинове. А сейчас мы послушаем с вами стихотворение «Низкий дом с голубыми ставнями». Пожалуйста. «Низкий дом с голубыми ставнями, Не забыть мне тебя никогда, Слишком были такими недавними, Отзвучавшие в сумрах года. До сегодня еще мне снится Наше поле, луга и лес, Принакрытые сереньким ситцем Этих северных бедных небес. Восхищаться уж я не умею, И пропасть не хотел бы в души, Но, наверное, навеки имею Нежность грустную русской души». Родители Александр Никитич Есенин и Татьяна Федоровна Есенина. Отец Сергея Есенина, Александр Никитич, мальчиком пел в церкви. Он работал старшим приказчиком в мясной лавке на улице Щипок, И куда в 1912 году поступил работать и Сергей Есенин, конторщиком, Когда переехал из своего села Константинова в Москву. А жил он с отцом недалеко от улицы Щипок, В большом Строчиновском переулке, в доме Крылова, 24, В общежитии холостых приказчиков. У Сергея Есенина две сестры было. Сестра Екатерина Александровна и Александра Александровна. Главной заботой родителей было образование детей. Благо все трое были очень способными и жадными на учение. Поэтому Сергея Есенина сначала отдали в Константиновскую 4-летнюю школу, А затем, а затем уже после окончания начальной школы в родном селе, Он был отдан в соседнее село Спасклёпике, церковно-учительскую школу. Учителем Есенин так и не стал. Уже в школе он пишет стихи и всерьез задумается о своем поэтическом призвании. Но пройдет еще несколько лет, прежде чем он сможет войти в поэзию. Преподаватели и ученики школы. Вот на этой фотографии видим мы с вами. Далее жизнь в Москве. В 1912 году Есенин переехал в Москву, устроился работать в типографию Сытина в качестве подщитчика, помощника-корректора и установил связи с Суриковским литературным кружком, в котором быстро освоился и стал впечатать свои стихотворения. Но Москва, приютив честолюбивого провинциала, не спешила признать в нем оригинальный талант и упорно не выделяла среди начинающих самоучек. Есенин сильно переживал по этому поводу. Из тяжелого душевного кризиса юноша вывела знакомство с милой и доброй Анной Изрядновой, работавшей вместе с ним корректором типографии Сытина. Осенью 1913 года Есенин вступил с ней в гражданский брак. 21 декабря 1914 года у них родился сын Юрий, но Есенин вскоре оставил семью. А вот эта фотография в корректорской типографии товарищества Сытина, Изряднова, первая слева, первая слева в первом ряду, а Есенин первый слева в четвертом ряду. Вот эта фотография. Далее Народный университет. Анна Изряднова уговорила Есенина записаться в Народный университет вольнослушателям. Университет имени Шанявского. Это было, случилось осенью 1913 года. Но у Есенина уже созревало желание удрать в Питер. К концу 1913 года Есенин твердо решил, он будет писать только о деревенской Руси. Но понял, что в Москве ему не найти ни истинных ценителей деревенских резидуэмят и вскормленных стихов, ни издателей, поэтому желание удрать в Питер было велико. Он говорил, пойду к Блоку, он меня поймет. И вот встреча с Блоком. В 1915 году он едет в Петроград, знакомится там с Блоком, с Городецким, Клюевым и другими поэтами. Восторженно принятой литературной средой тогдашней столицы. Как посланец деревенской Русской деревни, Русских полей, Есенин быстро приобрел громкую славу. И в 1916 году выходит первый сборник его стихов «Радуница». Это была пора стремительного духовного роста и совершенствования мастерства поэта. Знакомство с Анной Ахматовой. Зимой 1915 года Есенин познакомился с Анной Ахматовой, которая жила с мужем Гемелевым в царском селе. Он написал посвященные ей стихи, но подарить так и не осмелился. Только в июле 1924 года Сергей Александрович преподнес Ахматовой вышедший в Ленинграде сборник «Москва-Кабацкая». При жизни поэта она холодно относилась к его творчеству, говорила, что он плохой поэт, но одна из первых откликнулась на смерть Есенина. Так просто можно жизнь покинуть эту, бездумно и безвольно догореть. Но не дано российскому поэту такую светлой смертью умереть. В первой половине 1916 года Есенин призывается в армию, но благодаря хлопотам друзей получает назначение санитаром царско-сельский военно-санитарный поезд 143 ее императорского величества государыни императрицы Александры Федоровны, что позволяет ему беспрепятственно посещать литературные салоны, выступать на концертах. Произошедшая февральская революция вернула Есенина в Петроград. Революцию поэт принял сочувственно, верил, что Россия станет великой крестьянской республикой, кормилицей и поилицей всего мира. А если так, значит и он, и ее певица Глашатой, по праву претендует на роль первого поэта современности. О, Русь, взмокни крылами, поставь иную крепь, и с иными именами встает иная степь. Происходят изменения в личной жизни поэта. Он встречается с актрисой Зинаидой Райх. В 1917 году в Петербурге во время поездки по Вологодской земле они обвенчались. Небоже первому поэту, воспрянувшей Руси, слыть бездомником и бродягой. Есенин и Зинаидой Райх имели двух детей, дочь Татьяну и сына Константина. В браке прожили до 1920 года. Обстоятельства расставания Зинаидой Райх отражены в стихотворении «Письмо к женщине». Пожалуйста. Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене взволнованно, ходили вы по комнате, и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора пропостаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше. Вынес. Любимая, меня вы не любили, не знали вы, что в сомнище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым седоком. Не знали вы, в сплошном быту, в развороченном бурей быте, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. Земля — корабль. Но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой, в прямую гущу бурь и вьюг ее направил и величал. Но кто ж из нас на палубе морской не падал, не блевал и не ругался? Их мало с опытной душой, то крепким в качке оставался. Тогда и я, под дикий шум, но смело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть в людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб не жалея ни о ком себя сгубить в угаре пьяных. Любимая, я мучил вас, у вас была тоска в глазах устала, что я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что в сплошном в быту развороченном бурей быте с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет на срок событий. Теперь года прошли, теперь я в возрасте ином чувствую и мысли по-иному, и говорю за праздничным вином хвала и слава руевому. Сегодня я в ударе нежных чувств, я вспомнил вашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам чусь, каков я был и что со мной усталость. Любимая, сказать приятно мне, я избежал падения скручей, теперь с советской стороне я самый яростный побудчик. Я стал не тем, кем был тогда, не мучил бы я вас, как это было раньше. За знамя вольности и светлого труда готов идти хоть до ла-манша. Простите, я знаю, вы не та, живете вы с серьезным умным мужем, и не нужна вам наша маята, и сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда под кущей обновленной сень, с приветом, помнящий всегда, знакомый ваш Сергей Есенин. Далее дебют «Стойли Пегаса». Литературное кафе с эффектным названием было открыто друзьями Есенина. Он становится завсегдатой этого кафе у Никитских пород в Москве. Впервые в жизни у него появилась своя аудитория. Его эстетические интересы обращены к патриархальному деревенскому укладу. Об этом он излагает в трактате «Ключи Марии», 1919 год. Харьковское путешествие Есенина. Ранней весной 1920 года Есенин совершает путешествие в Харьков. В это время в степях Украины гулял христианский бум за землю, за волю, за лучшую долю. Отловленных бунтарей войска особого назначения пытали, на Украине шла гражданская война. На Есенина все это произвело огромное впечатление. Возвращение в родную деревню. Вернувшись из Харькова, Есенин поехал в родную деревню. Он часто навидывался в родное Константинова, никогда не прорывая с ним связи. Ну, а тут еще способствовал этому свирепый голод, который разразился. И свирепствовал и в Москве, и в Петербурге. Картина, которую он там застав, была удручающей. Не было ни спичек, ни керосина, ни ниток-эголок. Вместо хлеба мекина, щавель, крапива и лебеда. А еще эпидемии. Неожиданно легко написалось стихотворение «Я последний поэт деревни». Словно поэт заказал панихиду и по вымирающей деревне, и по земле, и по себе еще живому, но уже понимающему, что его время миновало. «Я последний поэт деревни. Скромен в песнях дощатчатый мост. За прощальней стою обедней, кодящей листвой берез. Догори с золотистым пламенем из телесного воска свеча. И луны, часы деревянные, прохлепят мой двенадцатый час. На тропу голубого поля скоро выйдет железный гость. Злак овсяный, зарею пролитый, соберет его черная горсть. Неживые, чужие ладони Этим песням при вас не жить. Только будут колосья кони, а хозяине старым чужить. Тужить будет ветер сосать их ржание, панихидный справляя пляс. Скоро, скоро часы деревянные прохлепят мой двенадцатый час. И большое событие, знаменательное в жизни Есенина, 1921 год. Осень. Знакомство с американской танцовщицей Осидорой Дункал. Она влюбилась в Есенина с первого взгляда. Да и сейдет сразу же увлекся ею. Не женщина, а заморская жар-птица. 2 мая 1922 года Сергей Есенин и Осидоро Дункан решили закрепить свой брак по советским законам, так как им предстояла поездка в Америку. Они расписались в ЗАГСе. Когда их спросили, какую фамилию они выбирают, оба пожелали носить двойную фамилию Дункан Есенин, Дункан Есенина. Эта страница жизни Сергея Есенина самая сумбурная, с бесконечными ссорами и скандалами. Они много раз расходились, исходились вновь. И вот путешествие по миру. Супруги отправляются за границу, побывали в Германии, Франции, Италии, Бельгии, Канаде, США. Поначалу европейские впечатления наводят Есенина на мысль о том, что он разлюбил нищую Россию. Но очень скоро и Запад, и индустриальная Америка начинают казаться ему царством мещанства и скуки. В 14 заграничных месяцев Есенину оказалось достаточно, чтобы понять, и заморская жар-птица, и комфортабельное зарубежье ему не нужны. Хотя, как законный супруг балерине с мировой славой, он мог остаться в любой из столиц мира, не испытывая никаких материальных затруднений. Любовь к отчизне, к родной природе, сочетается у Есенина с большой привязанностью к родным и особенно к своей матери. В 1924 году он пишет стихотворение «Письмо к матери», сразу же вставшее популярной песню. Так было и со многими другими стихами. Например, «Зеленая прическа, девическая грудь», «Ты меня не любишь, не жалеешь», «Заметался пожар голубой», «Клен ты мой опавший», «Клен заледенелый». Этому способствовали их ритмичность, простота, образность языка, близкая и понятная народу. А теперь я предлагаю вам послушать романсы в исполнении Гребенщиковой Любовь Ивановна. Она любезно согласилась к нам. «Клен, ты мой опавший», «Клен заледенелый» «Клен, ты мой опавший», «Согласен пида, Оно полный огонь, Оно полный огонь, И сторож, выйдя на дорогу, Утому сухопе, приморозим ногу. А ух, и сам я нынче, Что-то стал нестойким. Не дойду до дома С дружеской попойки. Там увидел вербу, Там сосну приметил, Раскивал им песни Под метель олете. Сам себе касался, Я таким же клёвным, Только не опавшим, А во всю зелёным. И утратив скромность, А дуревший от доску, Как жену чужую Обнимал берёзку. На одном из литературных вечеров Есенин познакомился с Галиной Бенеславской. Она была штатным сотрудником газеты «Беднота». Она стала и секретарём Есенина, и гражданской женой. Их отношения с переменным успехом продлились до весны 1925 года. Вернувшись из Константинова, Есенин окончательно порвал с ней. Для неё это была трагедия. Оскорблённая и униженная Галина застрелилась на могиле Есенина через год после его смерти. Она оставила записку. В этой могиле для меня всё самое дорогое. Она похоронена на Ваганькомском кладбище рядом с могилой поэта. Последняя жена великого поэта. 5 марта 1925 года. Знакомство с внучкой Льва Толстого, Софьей Андреевной Толстой. Она была младше Есенины на 5 лет. В её жилах текла кровь величайшего писателя мира. Софья Андреевна заведовала библиотекой Союза писателей. 18 октября 1925 года состоялась регистрация брака с Толстой. Софья Толстая – ещё одна несбывшаяся надежда Есенина создать семью. Вышедшая из аристократической семьи, по воспоминаниям друзей Есенина, очень высокомерная, гордая. Она требовала соблюдения этикета и беспрекословного повиновения. Эти её качества никак не сочетались с простотой, великодушием, веселостью, озорным характером Сергея. Вскоре они разошлись. Новый побег бежал на Кавказ. В сентябре 1924 года Есенин надолго уехал в Грузию. По собственному признанию не ехал, а бежал, чтобы забыть ненужную тоску. Итогом путешествия по Кавказу стал цикл стихотворений «Персидские мотивы». «Пожалуйста, никогда я не был на Восхуре, Шаганэ ты моя, Шаганэ. У кого стихи? Пожалуйста». «Шаганэ ты моя, Шаганэ. Потому что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе поле, Про волнистую рожь при луне. Шаганэ ты моя, Шаганэ. Потому что я с севера, что ли, Что луна там огромней в сто раз. Как бы ни был красивший раз, Он не лучше Рязанских раздорных. Потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле, Эти волосы взял я ужи. Если хочешь на палец лежи. Я нисколько не чувствую боли. Я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне, По кудрям твоим догадайся. Дорогая, шути, улыбайся. Не будет только память во мне Про волнистую рожь при луне. Шаганет моя, шаганет. Там на севере девушка тоже. На тебя она страшно похожа. Может думать обо мне. Шаганет моя, шаганет. Никогда я не был на Босфоре. Ты не спрашивай меня о нем. Я в твоих глазах увидел море, Полыхающее голубым огнем. Не ходил в Багдад я с караваном. Не возил я шелк туда и хнул. Наклонись своим красивым станом. На коленях дай мне отдохнуть. Или снова, сколько ни проси я, Для тебя навеки дела нет, Что в далеком имени Россия Я известный, признанный поэт. У меня в душе звенит тальянка. При луне собачий слышу лай. Разве ты не хочешь, пассианка, Увидать далекий синий край? Я сюда приехал не от скуки. Ты меня, незримая, звала. И меня твои лебяжьи руки Обвивали, словно два крыла. Я давно ищу в судьбе покоя. И хоть прошлой жизни не кляну, Расскажи мне что-нибудь такое Про свою веселую страну. И хотя я не был на Босфоре, Я тебе придумаю о нем. Все равно глаза твои, как море. Голубы колышатся. Аминь. Есенин не ожидал Такого читательского успеха, Который выпал на долю Этого произведения. В 1924-25-м годах В 1925-м годах Трижды гостил в Грузии и Азербайджане, Работая там с огромным подъемом И создав еще поэму о 26-ти, Анну Снегину. В 1924-м году Сергей Александрович Написал стихотворение Пушкину, Которым раскрыл Свои творческие мечты и желания. Мечтая о могучем даре Того, кто русской стал судьбой, Стою я на Тверском бульваре, Стою и говорю с тобой, Блондинист, почти белесый, В легендах ставший как туман, О, Александр, ты был повесом, Как я сегодня хулиган. Но эти милые забавы Не затемнили образ твой, И в бронзе выкованной славы Трясешь ты гордой головой. А я стою, как пред причастием, И говорю в ответ тебе, Я умер бы сейчас от счастья С подобранной такой судьбе. Но обреченные на гонения Еще я долго буду петь, Чтобы и мое степное пение Сумело в бронзе прозвенить. До сих пор остается тайной то, Что произошло в ленинградской гостинице «Англитер». Убийство, самоубийство Остается тайной, Потому что, строя планы на будущее, Сергей Есенин ехать в Ленинград Собирался не один, А с журналистом Георгием Устиновым, Которого знал с 1919 года, И его женой. Потом в Ленинград Должен был переехать на Сеткин С Катей Шурой, Это его сестры Есенина, Потому что было уже известно, Что на Сеткин женился на Кате. Они все вместе будут работать. Будет выходить двухнедельный журнал, О котором поэт уже договорился С госэздатом. Есенин должен был стать его редактором. Одним из последних произведений Есенина Стала поэма «Страна негодяев», В которую он обличал советскую власть. После этого на него Началась травля в газетах, Обвиняя его в пьянстве, Драках, ну и так далее. 14 декабря 1925 года Сергей Есенин закончил работать Над поэмой «Черный человек», Над которой трудился два года. Эта поэма была напечатана Уже после смерти поэта, Но не суждено было Осуществиться этим задумкам. Весь о смерти поэта Отозвалась болью В сердцах соотечественников. Несчетное число людей Шло за гробом Сергея Есенина. Трижды вокруг памятника Пушкину Был обнесен гроб С телом Есенина, Символизируя живую связь Его поэзии с Пушкинской. 27 декабря Он написал свое последнее В жизни стихотворение «До свидания, друг мой, До свидания» И в ночь с 27 на 28 декабря Сергей Есенин ушел из жизни. В наше время спорят, Было ли это самоубийство Или смерть от рук наемного убийцы. Вот у нас в читальном зале Есть такая книга «Есенин. Тайна смерти». Здесь расследование смерти Есенина. Автор Кузнецов. Он якобы встречался С одним из убийц Есенина. Что это случайно произошло. И вот сейчас В преддверии юбилея Есенина Выступление его внучки. Но она поклялась, Что сделает все, Чтобы ее дед не был Самоубийцей, висельником, А чтобы узнать правду. Для желающих Такие у нас на выставке. Тело Есенина Было перевезено в Москву. В Москву Для захоронения На Ваганьковском кладбище. Похраны были грандиозные. По свидетельству современников Так не хоронили Ни одного русского поэта. И поэзия Есенина Сумела в бронзе Прозвенеть. Очень много памятников Есенину. Памятник в Москве. И будет памятник стоять В Рязани мне. И он стоит, этот памятник. Памятник Есенину Константинова. Памятник в Воронеже. Борельеф Есенина На доме, в котором он жил Со своей женой Софьей Толстой В Москве. Памятник в Санкт-Петербурге. Еще я долго буду петь, Чтоб и мое степное пение Сумело бронзой Прозвенеть. Время подтвердило Правоту этих пророческих Слов великого поэта. Его замечательные стихи И задушевные песни, Написанные на его Поэтические строки, Повсеместно звучат Не только в России, Но и в странах Ближнего и дальнего Зарубежья. Мне грустно на тебя смотреть. Какая боль, Какая жалость, Знать только ивовая медь Нам в сентябре с тобой осталась. Чужие губы разнесли Твое тепло И трепет тело, Как будто дождик моросит В души Немного омертвелой. Ну что ж, Я не боюсь его, Иная радость С ними открылась, Ведь не осталось ничего, Как только желтый тлен И свет. Ведь и себя я не сберег Для тихой жизни, Для улыбок. Как мало пройдено дорог, Так много сделано ошибок. Смешная жизнь, Смешной разлад. Так было И так будет после, Как кладбище усен, Сад берез изглоданной кости. Вот так же отсветем и мы, И отшумим, Как гости с садом. Коль нет цветов Среди зимой, Так и грусти за ним не надо. Ты меня не любишь, Не жалеешь, Разве я немного некрасив, Несмотря в лицо, А страстью млеешь. Мне на плечи руки опустив, Молодая, С чувственным оскалом, Я с тобой не нежу, И не груб. Расскажи мне, Скольких ты ласкала, Сколько рук ты помнишь, Сколько губ. Знаю я, Они прошли, Как тени, Не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, А теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи, И ты думаешь о ком-нибудь другом, Я ведь сам люблю тебя, Не очень, Утопая в дальнем, Дорогом. Этот пыл не называй судьбою, Легкодумно вспыльчивая связь. Как случайно встретился с тобою, Улыбнусь, Спокойно разойдясь. Да и ты пойдешь своей дорогой Распылять безрадостные дни, Только не целованных, Не трогай, Только не горевших, Не мани. И когда с другим по переулку Ты пройдешь, Болтая про любовь, Может быть я выйду на погулку, И с тобою встретимся мы вновь, Отвернув к другому, Ближе плечи, И немного наклонившись вниз, Ты мне скажешь тебе, Добрый вечер, Я отвечу, Добрый вечер, мисс. И ничто души не потревожит, И ничто ее не бросит дрожь, Кто любил, Уж тот любить не может, Кто сгорел, Того не подошел. Ты жива еще, моя старушка, Живый я, Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний, Несказанный свет. Пишут мне, Что ты-то я тревогу, Загрустила бы шибко обо мне, Что ты часто ходишь на дорогу, Старом, Модном, Ветхом, Шушуне, И тебе, Вечернем, Синим мраке, Часто чудится Одно и то же, Так кто-то мне в кабацкой драке Саданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, Это только тягостная вредь. Не такой уж горький я пропой сам, Чтоб тебя не видя умереть. Я по-прежнему такой же нежный И мечтаю только лишь о том, Чтоб скорее от доски ветережной Воротиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда разкинет ветки По весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете Не буди, как восемь лет назад. Не буди того, что отмечталось Не волнуй того, что не сбылось Слишком раннюю утрату и усталость Испытать мне в жизни привелось И учиться не молиться И молиться не учи не надо Это только тягостная вредь Услава, как забудь же Ты одна мне радость И услада Ты одна мне не сказал Свет Как забудь же про свою тревогу Не тужи так сильно обо мне Не ходи так часто на дорогу В старом, модном, детском шушуне Продолжение следует...